Здравствуйте, товарищи! Рано весной очень важно иметь активный рост побегов у плодовых деревьев, ягодных кустарников, декоративных культур. Этому способствует внесение органических или минеральных удобрений. Сегодня у нас будет речь о различных видах минеральных удобрений. Ну, я прошу вас, сейчас возьмите, пожалуйста, карандаш и бумагу, вам придется кое-какие советы записать. А расскажет нам о различных видах минеральных удобрений старший научный сотрудник научно-производственного объединения минудобрения, кандидат в сельскохозяйственных наук Марина Александровна Прокушева. Пожалуйста, Марина Александровна. Как известно, для нормального роста и развития растений необходимы три основных питательных элемента – азот, фосфор и калий. Удобрения, о которых мы сейчас вам расскажем, как раз и содержат все эти питательные элементы. Все виды минеральных удобрений подразделяются на простые удобрения, то есть те, которые содержат один питательный элемент, и сложные удобрения, которые содержат два или несколько питательных элементов. Простые удобрения – азотные, фосфорные и калийные. Из азотных удобрений промышленность выпускает мочевину и сульфат аммония. Мочевина – наиболее универсальное минеральное азотное удобрение. Его можно применять на всех почвах, под любые культуры. Мочевину можно вносить под перекопку почвы и можно применять в подкормке. Я прошу извинения, я только хочу напомнить, что это удобрение еще имеет название карбамид. Карбамид, правильно. Сульфат аммония – это тоже очень эффективное минеральное удобрение. Оно имеет одну особенность. Сульфат аммония при систематическом внесении может несколько подкислять почву. Поэтому мы не рекомендуем его вносить на кислых и неизвесткованных почвах. Фосфорные удобрения. Представлены суперфосфатом. Простой суперфосфат и двойной суперфосфат. По эффективности они равноценны. Различие состоит в том, что двойной суперфосфат содержит в два раза больше фосфора, чем простой. Суперфосфат, как правило, вносят под основную обработку почвы осенью или весной. Суперфосфат можно вносить в посадочные ямы. Его можно применять и для подкормок в течение вегетации. Из калийных удобрений наша промышленность для садоводов любителей выпускает три форму. Хлористый калий, сульфат калия и калий-магнезию. Наиболее доступное для садоводов удобрение – это хлористый калий. Хлористый калий эффективен во всех почвенно-климатических зонах. Но садоводы часто боятся присутствия в нем хлора. Для того, чтобы избежать вредного действия хлора, хлористый калий лучше вносить осенью. Но если хлористый калий не был внесен осенью, то не будет большой беды, если вы внесете его и весной. Во-первых, после внесения желательно провести полив. А кроме того, гораздо больше вреда будет от отсутствия калия, чем от того количества хлора, который будет внесен. Марина Александровна, вот многие наши телезрители задают такой вопрос. Может ли древесная зола в какой-то степени заменять хлористый калий? Может, да. Древесная зола является очень хорошим удобрением. Она, кроме калия, содержит еще небольшое количество фосфора, все микроэлементы. Золу можно вносить осенью, можно вносить весной, под рыхлением или перекопку. В количестве приблизительно стакан на квадратный метр. Кроме простых удобрений, для садоводов-любителей выпускаются комплексные удобрения. Комплексные удобрения могут содержать два питательных элемента или три. Удобрения, которые содержат два питательных элемента, представлены у нас в данном случае амафосом. Амафос – эффективное комплексное удобрение во всех почвенно-климатических зонах, под все культуры и при любых способах внесения. Кроме амафоса, еще также двойное удобрение диамофос, который аналогичен по эффективности амафосу. Но оно содержит несколько больше азота. Нитроамофос содержит два питательных элемента – азот и фосфор – в равных количествах. Он может применяться на всех почвах, в любых почвенно-климатических зонах, под все культуры. Может также вноситься в основное внесение и в подкорки. Когда необходимо внести полные минеральные удобрения, то используя двойные удобрения, в них нету калия, и поэтому к ним нужно добавлять калийное удобрение. Тройные комплексные удобрения, содержащие три питательных элемента – азот, фосфор и калий. Нитроамофос – это универсальное удобрение, которое также повсеместно может быть использовано при всех способах внесения. Оно содержит фосфор в водорастворимой форме, и поэтому оно очень эффективно также и в подкормках. Нитрофоска. Нитрофоска содержит, так же как и нитроамофоска, азот, фосфор и калий в равных количествах. Особенность нитрофоски состоит в том, что там не весь фосфор находится в водорастворимой форме. Поэтому это удобрение рекомендуется вносить при глубокой заделке, при перекопке почвы. Когда удобрение заделано в почву, то весь фосфор и водорастворимый, и неводорастворимый хорошо усваивается растениями. Марина Александровна, в наших магазинах довольно много различных удобрительных смесей. Вот несколько слов, пожалуйста, о них скажите. Да, у нас выпускаются удобрительные смеси, содержащие все питательные элементы. Это плодово-ягодная смесь марка 5, содержит 6% азота и по 9% фосфора. Цветочная смесь, она также содержит все питательные элементы, несколько повышенное содержание фосфора в ней. Марина Александровна, вот ряд удобрений, о которых Вы говорили, содержат микроэлементы. На каких почвах особенно Вы их рекомендуете вносить? Микроудобрения содержат удобрительные смеси азотно-фосфорно-калийная, гомельская смесь и рижская смесь. Микроудобрения целесообразнее всего вносить на песчаных, супесчаных почвах. На легких почвах. На легких почвах, торфянистых почвах. А также вот в период подкормки, во время бутонизации и цветения растений. Марина Александровна, ну вот все эти виды удобрений, они уже есть в наших магазинах, и садоводы-любители их приобретают. А что в ближайшее время новое будет освоено и передано в торговлю? Вот в ближайшие месяцы в магазинах появится универсальное комплексное удобрение для приусадебных участков марка А. Удобрение содержит 10% азота, 5% фосфора, 20% калия и 2% магния. Удобрение безхлорное, полностью растворимое в воде. Оно предназначено главным образом для подкормок растений в период вегетации. Оно не содержит микроэлементов. Микроэлементы будут введены в это удобрение несколько позже. Но в этом году уже осваивается и начинается производство микроудобрений в таблетках. Они будут иметь разный состав для различных почвенных зон. А сейчас мы расскажем, как надо вносить удобрение и в каком количестве. Пожалуйста, Марина. Под молодые плодовые деревья, которые находятся под задернением, весной вносятся азотные удобрения. Если вносится мочевина, то ее нужно вносить из расчета 1 спичечный коробок на квадратный метр приствольного круга. Она просто поверхностно рассыпается. Если нет мочевины, а есть сульфат аммония, то он вносится в количестве 2 коробков на квадратный метр. Значит, мочевина вносится 1 коробок на квадратный метр, сульфат аммония 2 коробка на квадратный метр. Марина Александровна, а что надо сделать, если стоит сухая погода садоводолюбителя, чтобы лучше проник азот в почву, корням? После внесения азотных удобрений желательно провести полив. Тогда азот быстро достигнет корневой системы растений и хорошо усвоится. Ну, а теперь давайте перейдем к взрослым плодовым деревьям. Под взрослое плодовое дерево, в данном случае возраста приблизительно 15 лет, весной, если оно находится под задернением, вносится азотное удобрение. Если у вас есть мочевина, то удобрение вносится в количестве 1,5 спичечных коробка на 1 квадратный метр кроны. Удобрение вносится по проекции кроны. Полоса должна составлять приблизительно 1 метр. Вот таким же путем, как только что мы показывали, правда? Да, вносится так же, как и под молодые деревья. Вот 1,5 спичечных коробка на 1 метр вот этого кольца кроны. Если нет мочевины, а вносится сульфат аммония, то сульфат аммония вносится в удвоенном количестве, то есть 3 спичечных коробка. Значит, мочевина вносится в 1,5 спичечных коробка на 1 метр вот этого кольца круга по проекции кроны. А сульфат аммония вносится в количестве 3 спичечных коробка. Почему вносятся минеральные удобрения у взрослых плодовых деревьев по проекции кроны? Внутрь на полметра и на полметра, на метр наружу от проекции кроны. Потому что именно в этой зоне находится основная масса мелких активных корней, которые и усваивают эти удобрения. На почвах бедных, малоплодородных, на почвах легкого механического состава, торфяных почвах, а также в районах, где плодовые деревья очень сильно пострадали от заморозков, рекомендуется вносить сейчас полное минеральное удобрение. Но в случае задернения это удобрение надо вносить не поверхностно, а заделывать его в почву. Отверстия в почве можно делать различными способами. Или лопатой делать, или ломом. И эти щели делаются также по проекции кроны и вносятся из расчета полстакана комплексного удобрения, в данном случае это нитрома плоско, на один погонный метр вот этой вот проекции, этой кроны. Вносится вот так вот щели. Можно поступать иначе. Можно по проекции кроны вырыть канавку. Для этого снимается дерн. И на глубину приблизительно 15-20 сантиметров вносится одно из комплексных удобрений. В данном случае мы опять же нитрома плоско вносим из расчета полстакана на один погонный метр вот этой бородки. Удобрения перекапываются, заделываются и снова закрываются дернами, так что задернение не нарушается. В саду под черным паром удобрения вносятся так же, как и на задернении. Доза удобрений снижается примерно на одну треть. Разница состоит в том, что удобрения просто равномерно рассыпаются по вот этому кольцу проекции кроны. И потом заделываются с помощью мотыжения или перекопки. Если вносится одно азотное удобрение, то его можно не заделывать. Марина Александровна, ну и, наверное, надо сказать, какие дозы удобрений надо вносить под основные наши ягодные культуры. Там черная смородина, малина, крыжовник. Пожалуйста. Сейчас весной под черную смородину, красную смородину, под крыжовник нужно внести полное минеральное удобрение. Вносится оно из расчета, если это нитроамофоска, то это 2-3 спичечных коробка на квадратный метр приствольного круга. Если мы вносим плодово-ягодную смесь или цветочную смесь, то ее надо вносить из расчета полстакана на 1 квадратный метр приствольного круга. Значит, нитроамофоски 2-3 спичечных коробка, а плодово-ягодной смеси полстакана. Под малину удобрение вносится в тех же дозах, но эти дозы только рассчитываются на 1 погонный метр редка. Малина. Удобрение после внесения заделывается с помощью мотыжения. Или культиватора. Хотелось бы напомнить, что когда садовод использует эти удобрения, надо обязательно обращать внимание на инструкции, которые есть на мешочках, и придерживаться тех доз, которые там указаны.